Парк «Городское начало», Новосибирская набережная. Именно отсюда стартует наш этап эстафеты огня предстоящих паралимпийских игр, которые начнутся в Сочи 7 марта. Первым на дистанцию готовится отправиться вице-чемпион мира и Европы по мини-футболу и многократный чемпион России по торболу, игре со звуковым мячом Андрей Нуркенов. Своего волнения факелоносец не скрывает. Ну, конечно, волнительно, но эта волнительность больше положительная. Вообще, это здорово, это праздник, это праздник души, праздник города, праздник страны. Мне как бы поставили, можно сказать, не то что перед фактом, а сказали, вот ты должен бежать. Оговорили, оговорили. Согласен, согласен. Почему не согласиться в этом великом празднике поучаствовать? После традиционных вступительных слов и приветствий огонь паралимпийских игр зажгли и отправили в путь. Сейчас, дорогие друзья, мы с вами увидим, как огонь из этой чаши перейдет в факел и в лампаду, дорогие друзья. Аплодисменты. Первый факел зажжен. 20 факелоносцев пробежали с огнем паралимпиады по Новосибирской набережной. Среди них волейболисты, хоккеисты, футболисты, фехтовальщики и представители других видов спорта для людей с ограниченными возможностями, которые, тем не менее, своими результатами доказывают, что их возможности не ограничены. В свою очередь, губернатор Василий Ёрченко, принявший участие в зажжении городской чаши паралимпийского огня, выразил уверенность, что жители области вместе со всей страной наверняка будут активно переживать и болеть за российских паралимпийцев. Добавляю, что таким особенным людям в нашем регионе всегда уделяется особое внимание. Причем совсем не важно, спортсмены они или нет. Также региональные власти подарят факел огня паралимпиады участникам сегодняшней эстафеты. Добавим, что на паралимпиаде в Сочи, которая стартует 7 марта, примет участие лишь один представитель Новосибирской области – 18-летний горнолыжник Александр Ветров. Пожелаем удачи нашему земляку и всем российским паралимпийцам.